Дюран 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 – поп-группа для молодых людей, брызжащих энергии. Одно время, к чему бы мы ни прикасались, всё превращалось в золото. Это была яркая, разноцветная вспышка. Мы все знали, что происходит нечто необычное. Совершенно фантастическая поп-музыка. Эта пластинка бесценна. Она отразила дух того времени. Рио – хорошая пластинка. Сногсшибательный второй альбом. Музыкальный бизнес знает множество исполнителей, оставивших после себя один хит и не знающих, что писать потом. А Дюран Дюран знали. Она должна быть у всех. В самом начале это звучание было экспериментом. Я возился на студии с Рояном. Я открыл его крышку, немного поиграл на струнах. У меня было несколько металлических палок. Я провёл ими по струнам, и получился этот странный звук. Не совсем то, что я искал. Но это было интересно. Я сказал Колину Торстену, «А можно проиграть запись наоборот?» Тогда мы только узнавали, что такое петли ленты, замедление, ускорение записанного. Он ответил, «Конечно». Мы перевернули запись. Это и стало началом альбома Рио. Хэмер Смит Адеон, 82-й год Так мы нашли звучание для своей группы. И Роджер начал играть самую интересную часть. А мы подбирали сопровождение и аккорды. КОНЕЦ Как бас-гитариста меня вдохновлял Бернард Эдвардс из группы «Чик». Многие его партии мне запомнились. Это и подтолкнуло меня к тому, чтобы взяться за инструмент. Он играл синкопами. Для меня это было ново, так как я играл в панк-роковых группах. И всё было просто. А в Рио я воплотил свои идеи по части синкоп. Припев я играл так. Гитары Энди звучат потрясающе. Он пользовался усилителями Маршал, но часто экспериментировал с педалями, поэтому его партия была изменена и слегка замедлена. Стадион Уэмбли, 83-й год. Голос Саймона звучит очень гармонично. Он стал плотнее и богаче. Мне редко доводилось слышать подобное сочетание. У него необычное чувство гармонии. Я привнёс в Дюран-Дюран гармонию из своего хорового опыта. Я мог предугадать следующую ноту. Мне всегда казалось, что в музыке, в мелодии есть главная мелодическая линия. Это своеобразная точка отсчёта, от которой можно оттолкнуться и бежать в любом направлении. Я так понимаю природу гармонии. Это как я думал о гармонии. Голос Саймона Голос Саймона Как только мы закончили тур с альбомом «Рио» мы вместе отправились в отпуск. И это напоминало эпизод из фильма «Хелп». Помните, где Битлз выходит из машины и затем входит каждый в свою дверь, которую ведут в один и тот же дом. Мы поехали на остров Антигуа. И вчетвером Энди с нами не поехал. Шли на пляж вместе со своими подругами. Каждое утро мы выходили с полотенцами и говорили «Доброе утро, доброе утро!» Настоящий Мойн Ти Пайтон. Как-то раз нам позвонили «Ребята, не уходите! Мы выезжаем вместе с Расселом! Надо снять видео! Энди уже в пути!» По-моему, те костюмы от Энтони Прайса, в которых мы плыли на яхте, являются образцом настоящего стиля. Однако мы-то думали, что будем снимать клип в Лондоне. Энтони дал нам костюмы, но в последний момент мы рванули на Антигуа. Так что там это у нас была единственная одежда. Нику нравились бледные тона, потому что он наносил неяркий макияж. У него были светлые волосы, он мог спрятаться со светлыми сахарными и миндальными тонами шелковых костюмов. Конечно, это отлично сочеталось с карибской тематикой клипа. Все выглядело в духе тропиков. Мне всегда нравилась эта тема. Все это сросло. Стиль, мода, идеология. В 1982-м никто так экзотично не отдыхал на яхтах. Это было недоступно, невозможно. Клип стал взглядом в будущее, которого не могли дождаться. Это был мир звезд. Они показали британцам новый мир, что было очень разумно. Панков фотографировать интересно. Контраст черного и белого так и просится на пленку. Все мои панковые работы это черно-белые фильмы. А с Дюран-Дюран я перешел в мир цвета. И вся страна, все люди вдруг ушли от сочетания черный и белый, цветов упадка, безработицы, фолклиндской войны. Люди были готовы к тому, чтобы вернуть себе жизнь в цвете. секс-пистолс обращают ваше внимание на сознание на какой-то момент времени. И Дюран-Дюран делает то же самое. Подростками мы чувствовали, что хотим быть великими, что хотим жить хорошо и привнести яркость в жизнь людей, сделать то, чтобы нас восхитило и сделало бы счастливыми. Тексты Саймона отличаются поэтичностью, красотой и оптимизмом. Это отличительная черта 80-х. Жизнь наполнилась оптимизмом. Мы познакомились с Джоном, когда мне было 10, а ему 12 лет. Он жил буквально за углом. Мы часто проводили время вместе. Оба были единственными детьми в семье, потому мы сблизились и повсюду ходили вместе. Мы подружились задолго до того, как решили заняться музыкой. Эта идея пришла к нам позже. Он уже ходил в колледж, а я оканчивал школу. Он нашел себе группу, и я ему немного завидовал. Это была интересная группа. Да-да. Как только они распались, я сказал, я оканчиваю школу, так что давай соберем группу. В общем, мы шли напролом. Следующим, кого мы встретили, был Роджер. Я пришел, Джон держал в руках бас, и мы принялись джимовать. Получилось идеально. Джон с Ником принесли кассеты. Там была мощная аудиосистема. С Берроу мы впервые познакомились, когда пошли в Рам Раннер. Мы с Джоном считали это самым классным местом в городе. Нам хотелось поиграть там, и мы связались с их менеджерами. Пол заведовал творческой стороной дела, а Майкла больше волновал бизнес. Самое время, чтобы развивать группу и расти. им нужна была поддержка. Тогда их было всего трое. Мы потратили полгода на множество прослушиваний людей, выдающих себя за звезд. Я начал напевать одну мелодию ребятам, она понравилась. Мы поняли, что вместе добьемся хороших результатов и сможем что-то сочинить. Он показал тексты своих песен. У него уже там была песня Sound of Thunder. и, кажется, Planet Earth. Энди работал в Ньюкасловской Уудли-Бэй. Он многое знал о гитарных риффах, выдавал такие аккорды, о которых мы с Ником даже не слышали. У него был опыт. Когда мы объединились, это было похоже на вспышку. Мы были настроены серьезно, искали нечто новое, прекрасно понимали, чем именно хотим заняться. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА представился менеджером группы Дюран-Дюран, которая наделала шуму в Бирмингеме. Он сказал, взгляните на них. Поначалу я засомневалась, при чем тут Бирмингем, когда все важное происходит в Лондоне. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Пришла Бетти, это напоминало государственный визит, так как Бирмингем не мог похвастать музыкальными достижениями. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Меня поразила их уверенность в себе, энтузиазм. Они точно знали, что делают, были абсолютно уверены в том, кто они, чего хотят и куда пойдут с этим проектом. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Мы начинали по четкой схеме и знали, что она сработает. Роджер был самым странным из них. Остальные всегда пытались вставить свое слово. Энди, Джон, Саймон, Ник, Роджер. Где вы учились? Я научился пользоваться своим инструментом, когда мне исполнилось пять. Но она была пластмассовой. Настоящая гитара появилась у меня в одиннадцать лет. Я взялся за свой, когда мне исполнилось шестнадцать. А я как взялся, так и пользуюсь им до сих пор. Я начал играть на своем, когда мне было семнадцать. А у Роджера вообще двуручный бас. Ты думаешь, вот что мы будем делать, и устремляешься туда. Примерно восемнадцать-двадцать месяцев мы репетировали. Едва войдя в комнату и принявшись за написание песен, мы знали, что делаем что-то особенное, магическое, то, что поможет нам сочинить музыку. «Герлс он филм» «Герлс он филм» имела успех. Кажется, она заняла пятое место, даже выше, чем «Планет Эт». Когда они записывали первый альбом, то сочинились столько музыки, что это помогло. И тому альбому занять хорошее место и «Рио» относительно высоко подняться. У нас осталось огромное количество незаписанного материала. В первом альбоме «Диран-Диран» было два хита. Оттуда вышло три сингла. Мы подписали контракт с компанией, отправились в тур с Хайзелл О'Коннор, а потом поехали в Америку. А нас начали говорить, мы понимали, что это нарастает как снежный ком. Это было лучшее, что с нами когда-либо происходило. Что энергия в альбоме «Рио» берет свое начало в нашем туре по Америке. Какое удовольствие слушать этот альбом. Сразу видны различные влияния, идеи, сливающиеся воедино, звучащие как одно целое. Потому что здесь есть и фанковый бас, и барабаны, мрачное звучание гитар и синтезаторов, оптимистичный вокал. Это разные стили работы, разные краски, смешанные вместе. «Диран-Диран» были рок-группы с синтезаторами, а не синтезаторной группой. Это рок-группа. Мы были детьми того времени. Синтезаторы все больше приобретали значимость для поп-музыки. Существовали альбомы, которые записывались только при помощи синтезаторов. Например, у «Крафтверк». «Депешмот» еще не были известны. Вскоре появились синтепоп и техно, но мы были спокойными музыкантами, следующими панковской традицией, гитары и барабаны. Этот ритм был навеян песней «Стей» Дэвида Боуи с его альбома «Стейшн ту стейшн». Там очень синкопированный бас. Он накладывается на гитарную партию. Это еще идет от Дэвида Гилмора. Очень по-флойдовски. Весьма необычная композиция с прыгающим фанковым ритмом. Классическое звучание Ника Роудса. Что-то вроде струнных. Какое многоголосие. В Нью-Релиджин было два голоса исполняющих. А затем шло «А им отвечали другие голоса. Почему все это в моей голове? Что происходит? Что происходит? нет». Это не простенькие поп-песни. В их музыке всегда было много фанковых элементов. и им удавалось смешивать совершенно разные стили. Это уже достижение, потому что сейчас не каждая группа на это решается. У Дюран необычное звучание. Его невозможно передать на бумаге. Джон блестящий бас-гитарист. Его игра цепляет. Особенно в паре с Ником. Гитара настоящий рок-н-ролл. У барабанов четкий отработанный ритм. Неудивительно, что ему хотелось фанка. Какой-то неизведанной земли. «Hold back the rain» гитара Энди. Кажется, будто он играет слэп. Напоминает Шио сход Роллинг Стоунс. Эти партии баса я записал, наложив их друг на друга, не зная, как играть и вживую. Там две басовые дорожки. Вот основная. Это главное. А затем я наложил ее на предыдущую. Одна из проблем в исполнении «Hold back the rain» это припев. ее надо играть медиатором, потому что это нельзя сыграть пальцами. Опять же, это все легко сыграть в студии, когда ты можешь прерваться и вернуться. Но на концерте это настоящая морока. Музыка. 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 Тинейджеры. Никто из нас не думал о подростках. Мы думали, что будем записывать альбомы, выступать перед серьезной аудиторией, но очевидно, что мы сочиняли очень необычную музыку, которая привлекала разных людей. Первая наша обложка Smash Hits, где сфотографированы Роджер и Ник, была очень странной, если вдуматься. Она сразу же располагает в группе, и тот факт, что на обложке поп-журнала стоят барабанщик и клавишник, говорит о многом, потому что показывает, что эта группа ярких личностей. Мы отправились в Австралию, когда стали действительно популярны. Planet Earth и вовсе стала номером один. Мы вышли на сцену, а люди просто сошли с ума. Нам пришлось нанять охрану, запереться в отеле, хотя тогда это было весело. У нас ни у кого не было возможности вырасти и стать обывателями. Мы жили с родителями, путь наверх был долгим. Как-то после концерта мы с Роджером сидели в машине, ее окружили поклонники, даже забрались на крышу. Я видел, что его это приводит в бешенство. По-моему, для него это было слишком. Вот Джон и Ник купались в славе. Это наш типичный день. Я помню свой первый американский тур. Отец запрещал мне смотреть по телевизору то, что я хотел. Боже. По сравнению с первым альбомом, Рио многому нас научил. Нам повезло, мы вновь работали с Колином Торстеном, которого выбрали продюсером. Он работал с Дэвидом Боуи и гип-попом. Для нас было счастьем записываться с человеком, который работал над нашими любимыми пластинками. Колин был очень тихим человеком. Во время работы с ним у меня никогда не возникало вопроса, что он делает. Он прекрасно знал, как мы должны звучать. Он сразу видел талантливую группу, неистовую силу песен, манеру исполнения. И он осовременил это. Одно из лучших качеств Колина его умение учить людей. Есть много великих продюсеров, которые блестяще работают в студии со звуком, но не с людьми. А Колин отлично со всеми ладил. Я по нему очень скучаю. Он недавно умер. Для меня это был очень грустный день, потому что в этом мире больше нет человека, который оказал на меня такое большое влияние. Шофер. Это был последний трек, который мы записали для альбома Рио. Мы так поздно начали, что пришлось занять еще одну комнату. В новой комнате нам удалось немного ускорить процесс. Я сказал Саймону, у меня есть идея, добавим сюда электроники. Ведь поначалу мы играли на акустической гитаре. Я принялся работать над песней. Для начала я добавил ритмы и секвенции. Еще нужно было добавить хлопков. Это начало, а потом мы добавили секвенсор. партия секвенсора очень схожа с гитарной партией. Да. Саймон периодически заходил в студию, что-то менял, потом я что-то записывал, какую-то другую композицию. Я был поражен. То, что получилось в итоге, даже близко не походило на первоначальный замысел. . ПОДПИСМЕНТОР Вот клавишные и бас. Это клавишные. Оно звучит только с басом, да? Здорово. Мне нравится. Интересно, удастся ли нам услышать звук бьющегося стакана. Приступим. Готов? Давай. Нет, давай. Вот и он. Кажется, это был не стакан. Не помню точно, что именно, но мы вроде опустили лед в воду, и получился вот такой звук. Да. Да, да. Альбом был запись вместе с Колином. Я сказал, что никуда не поеду, пока не завершу альбом. Их менеджеры Пол и Майк Бэрроу значительно опережали время и знали об этом. У Пола возникла идея туда поехать. Ранее он посмотрел в поисках утраченного ковчега, поэтому идея апокалипсиса витала в воздухе. Такая простая мысль, но никто об этом не задумывался. Просто взять камеру и снять не комнату, а удивительную страну с восхитительными ландшафтами. Я был разочаровавшимся во всем кинорежиссером. Я хотел снимать полнометражные картины, но никто не давал мне денег на фильмы длиннее четырех минут. И я сказал, ладно, буду снимать четырехминутные фильмы. Hungry like the Wolf Рассел – один из величайших клипмейкеров. Он поначалу был режиссером, и это видно потому, как ему удается снабдить хорошую музыку интересными и стильными образами. Это нечто большее, чем набор кадров. Нам с Саймоном понравилось. Мы любим приключения. Любим путешествовать, бывать в таинственных местах. Не думаю, что Ник был полон энтузиазма. Ему нравилось краситься и все такое, а не ехать на Шри-Ланку. Жить в сомнительном ветхом отеле – это не в его стиле. Я прибыл туда вымотавшимся. Я не спал два или три дня. В Шри-Ланку я прилетел с мыслью, что доделал альбом, и ребята будут счастливы. Я вышел из самолета, осмотрелся в поисках лимузина. Ко мне обратился какой-то индус. «Вы Ник?» Я спросил, где машина. Мы пошли к ней. Стояла невыносимая жара. Я был с ног до головы одет в черную кожу. Я думал, в машине будет кондиционер. Но это был грузовик. Я спросил, сколько до отеля, надеясь, что он скажет 20 минут. Он ответил, пять часов. Ник – самый тщеславный музыкант в Дюран-Дюран. И тогда, и сейчас. Ему трудно быть вне города. Мы ехали пять часов по пыльным дорогам, черт знает где, по Шри-Ланке. Как только мы приехали, кто-то взял у меня чемодан, отнес его в отель, а я сразу же пошел на пляж сниматься в клипе. Я ничего не соображал. По улице мимо меня прошел слон. Я решил, что у меня глюцинации. Было ужасно весело. Мы выкладывались вовсю, вставали в пять, ложились в одиннадцать, весь день работали. Спустя пять дней мы просто вымотались и были абсолютно опустошены. Но это сработало. Ведь это безумие. Какие-то накрашенные мужики с разноцветными волосами сидят на слонах. Чудачество, против которого нельзя было устоять. Мы вернулись с тремя клипами. Hungry Like the Wolf была написана с помощью Юпитера 8. Это синтезатор, на котором я играл в альбоме Рио. Тогда, в 1982 году, он был новаторским. И я в него просто влюбился. В тот вечер мы с Саймоном загуляли, у нас было чудовищное похмелье. По какой-то причине мы чувствовали себя виноватыми и решили пойти на студию EMI на площади Манчестер. Мы прибыли туда слишком рано. В машине мы слушали какую-то песню. И мне пришла в голову идея. Я начал обыгрывать эту мелодию, зная, что с эффектами она будет звучать иначе. Саймон на ходу придумал текст. И к обеду, когда все подтянулись, у нас уже была песня. Пришел Энди, сыграл с ног шибательное соло, а Джону и Роджеру песня показалась простенькой. Цепляет, да? Рычащая гитара Энди. С ним группа зазвучала ярче. Он из Нью-Касла, так что это у него в крови. После Роджер добавил барабаны. Никто не слышал ничего подобного. Там такие барабаны партии. У меня была великолепная новая установка. Шестиугольная. Все звучало по-новому. Вот так. Классно звучит. Необычный новый звук. Свистящий звук в стиле диска. Такого никто не играл. Хотя барабаны в целом в стиле 80-х. Вот, сейчас будет эта партия. Вот она. В стиле Коллинза на пластинке это чувствуется. Мы очень скрупулезно писали барабаны. Послушайте. Потом звукорежиссер добавил эффект присутствия. Слышите? Это приблизило ударное к звучанию 80-х. Если вы послушаете «In the air tonight» Филла Коллинза, то услышите это звучание. Очаровательный эффект присутствия, который так любит Коллинз. Сочетание четко записанных барабанов и звука микрофонов, расположенных далеко. Это дает мощный толчок. Помню, как взяла у них интервью после выхода альбома Рио. Они только что вернулись из двухмесячного тура с Блонди по Штатам и Канаде. Ребята были вымотаны. Это лишний раз доказывало то, как сложно там пробиться. Тогда у группы был весьма женоподобный имидж. Это был ловкий ход. Американцы, особенно на Среднем Западе, хорошо покупали все, что было связано с новыми романтиками. Имея дело с Америкой, приходится делать ремиксы некоторых песен и их частей, чтобы пробиться на рынок или на клубную сцену. Я познакомился с продюсером Дэвидом Кершенбаумом. Больше всего меня поразила последовательность аккорда в песнях. Это отличалось от того, что тогда происходило с американской музыкой. Их ритмы действительно цепляли. Я познакомил его с Полом Беррелом, подразумевая, что, возможно, Пол захочет помочь ему в микшировании некоторых песен в соответствии с тем, что любила американская публика. В духе того времени. Мы намеревались выделить голос Саймона и оттенить его ритмическими элементами. Меня завлекла эта музыка, и я понял, что у нас получается. Мы продали свою душу, ремикшировали альбом. Дэвид отлично поработал. Но появилась новая система – MTV. MTV. Когда мы начинали, то хотели одного – объединить две крупнейшие культурные сферы Америки поколения всплескорождаемости – рок-н-ролл и телевидение. Музыкальный канал, на котором нет ничего, кроме клипов. Это была революция. «Hungry Like the Wolf» стали показывать по MTV. Нас часто крутили. Как-то мы с моим партнером, Томом Престоном, который также стоял у истоков MTV, поехали в Талсу, штат Оклахома, пытаясь сделать все возможное, чтобы найти историю о том, как MTV повлияло на продажи пластинок. И в Capital Records заметили, что в некоторых городах по непонятной причине Дюран-Дюран стали лидерами продаж. Продавец почесал затылок и сказал, «Ну да, продают Дюран-Дюран и Боглз, но я не знаю, я только что продал три альбома в Талси». Порой доходило до смешного. На той стороне улицы, где находился кабель канала MTV, стояли фанаты Дюран-Дюран, а на другой стороне, где находил что-то другое, не было ни души. Мы начали тесно сотрудничать с MTV. Им катастрофически не хватало клипов, потому что люди их не снимали. Самые выдающиеся представители рока сторонились этого, считали это концом музыки. На Шри-Ланке мы выложились на сто процентов. Мы подходили к съемкам клипов, как к полнометражным фильмам. Мы не просто снимали клипы для того, чтобы раскрутить синглы. Это было нечто большее. Горл по очень многому научилась. Так же, как и Рассел Малка узнал, как надо вкладывать деньги в стоящие замыслы. Мы отсняли три видео за семь дней. Находясь в джунглях, мы отсняли часть «Hungry like the wolf», а потом часть «Safe a prayer». СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА Окленд Колизеум, 84-й год. СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА «Save a prayer» остается моей любимой песней в Рио. Она вне времени. Мне нравится ее меланхоличный настрой и вокал Саймона. По-моему, это его лучшее исполнение. СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА Мы знали, что она станет гимном. Той песней, которую будут петь все. Гитарная партия так прекрасна, многоголосна. Это каркас песни, на которой на протяжении всей песни нанизывается мелодия. СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА Бас записан на двух дорожках. Недавно я исполнял это вживую, пришлось пользоваться педалью, чтобы добиться такого звука. Хотя в оригинале просто две дорожки, придающие басу естественное звучание. Еще есть четыре синтезатора, четыре гитары. Отличное сочетание техно и живой музыки. В песне есть теплота, новизна, и это подкупает. СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА Ключевая строчка в этой песне кто-то скажет, что это всего на одну ночь, а мы назовем это раем. Смысл в том, чтобы не задумываться о значении происходящего, не думать о завтрашнем дне, но наслаждаться мгновением. СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА Очень важно жить сегодняшним днем и не думать о смятых страницах жизни. Достаточно философская мысль. Я рад, что она в то время занимала мои мысли. Да, я очень рад, что это было. Они группа с определенным стилем. Их трудно заподозрить в какой-то чрезвычайной глубине, как Рокси Мьюзик. Но Ле Бону иногда удается заглянуть в себя. Только одна барабанная партия. В то время, если ты, записывая пятиминутную песню, ошибался в конце, приходилось все заново переписывать. Я переписывал барабаны снова и снова. У меня было около 12 версий. По 10 минут каждая. Все это я играл вживую. Тогда, как сейчас, нельзя было что-то вырезать, поставить на постоянный проигрыш. Мне говорили, надо играть 10 минут. И я играл без остановки. А потом идет соло. Вот вам образец идеального рок-гимна. Отличное сочетание всех новшеств. Эта штука называется бендер. Вот мелодия Safe and Prayer. Это одна из тех песен, которую он играет с улыбкой, потому что так рождается волшебство. Ее уникальность не теряется со временем. Она очень нежная, романтичная, хотя и с привкусом горечи. В ней звучат и печальные ноты. Думаю, для группы это была неожиданная песня. Действительно, чувственный альбом, в котором все на своем месте. Он звучит естественно, в нем нет ничего лишнего. В нем отразилась индивидуальность каждого. Их стиль одежды, их образ. И это слилось с тем, что они создали в своих удивительных клипах. Разве можно быть несчастным, слушая «Дюран, Дюран»? Я рад, что их считают прекрасной группой. Потому что есть искушение ругать их, мол, они такие поп-малыши. Однако за этим скрывается серьезная, умная группа. Ясно же, как день, что они умные ребята, которые пошли по верному пути. У них есть стиль, мода, глубокие познания в музыке. Классики неведомо время. Она бесценна. И Рио слушается сейчас так же, как и в первый раз. Это был лучший период в нашей жизни, когда все шло идеально, и которое уже не повторится. Альбом создан тогда, когда группа была на вершине. Мы так веселились, когда играли. Это было непередаваемое чувство. И звукорежиссер прекрасно знал, что делать. Знал, как выделить то, что он слышит. Я счастлив, что мы записали такой альбом. Мы просто потянули за нужную ниточку. Иногда долго думаешь, чего же публика хочет услышать. И записываешь то, что тебе кажется актуальным. А порой делаешь то, что тебе нравится, как велит тебе сердце. И тянешь за нужную ниточку. Программа переведена и озвучена отделом дублирования телерадиокомпании Петербург, Пятый канал. Потряса Т heroic Субтитры создавал DimaTorzok Добавил субтитры DimaTorzok